В марте этого года в Люберецкой областной больнице открылось отделение реабилитации. Оно предназначено для лечения заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. За шесть месяцев в новом структурном подразделении оказали помощь более 120 пациентам. Подробности далее. Основная масса пациентов отделения реабилитации – люди, перенесшие инсульт. Врачи ставят перед собой задачу – поставить на ноги каждого, кто обратился к ним за помощью. И даже в самых сложных случаях им это удается. У нас было несколько интересных случаев, когда пациенты поступили совсем лежачие и ушли от нас на костылях. То есть самостоятельно. Это после ОНМК пациенты, то есть после инсульта. Мы сами были очень удивлены результату. То есть пациенты старше 70, но очень рады. Они возвращались, приходили недавно в гости, довольны, ходят самостоятельно. Это, конечно, безумно радует. На такой же результат рассчитывает Валентина Князева. Недавно ее супруг перенес инсульт. Восстановление в отделении реабилитации уже показывает положительную динамику. Приехали сюда, мы лежали без движения, можно так сказать. Сейчас мы сидим, ногами немножко, руками двигаем. Речь у нас как бы особо не пропадала, но немножко. А так уже прогресс есть. Во всяком случае, стараемся. Для восстановления пациентов в новом отделении есть самое современное оборудование. Это аппараты для разработки суставов верхних и нижних конечностей, вытяжения позвоночника, а также роботизированные тренажеры. Летом коллектив отделения пополнился и новыми специалистами. У нас появился новый инструктор, который базируется на групповых занятиях, на баланс-тренировках, на координационных тренировках. У нас появился прекрасный врач, который раньше работал в сборной команды по футболу и работал в институте Бурденко с инсультными больными. То есть мы расширяемся, расширяемся по персоналу, по тренажерам. За полгода здесь оказали помощь более 120 пациентам. И это не только жители Люберец. В отделение принимают пациентов из любых городов Подмосковья. Реабилитация проводится бесплатно по полис ОМС.